Здравствуйте, друзья! Прошу внимания. Перед вами статья «Красноярск. Союз садоводов» и интригурую. Начинаю читать всё подряд. Походу выясняется много интересного. Вот. Поехали. «И деревья прививать стала я учиться». Ну, фамилия она прозвучит в названии этого фильма. «Я из статьи делаю кино». Пирогов В.И. В своём саду. От урожая ветки. «От слева ветки гнуса до земли». Кстати, горжусь. Вот. Он красноярец. Меня красноярец начал печатать в 2003 году. Может, в 2004. С тех пор мы с ним похожи. Так, сейчас посмотрим. Идёт ли запись. А вроде бы идёт. Так, пойдём дальше. Итак, я горжусь дружбой с самим Пироговым. Внимание! 20 января в Крым Союзе садоводства состоялось очередное занятие в школе садоводов. Изучали косточковые. Вишню, слива, абрикос. Преподаватели двое. Валерий Иванович Пирогов. Ирина Александров-Савинич. На лекцию пришло более 20 садоводов. Каждый из них уже имел весь опыт в вращении косточковых. Разные. Положительные и отрицательные. Угадайте, каких было больше. Следовательно, практически у всех были вопросы к преподавателям из домашней заготовки. Как и в прошлые разы, в отведенное время не уложились. Ему потребовалось почти вдвое больше. Что можно смело расценить, как положительный факт. В этот клуб по интересам входят люди, которые мечтают вырастить в себя настоящий сад. Несколько слов о преподавателях. Валерий Иванович Пирогов из Корифеев. Садоводство. Ему 80. По образованию инженер. Вот меня железо это подкупило. Мы инженеры. И мы в многом привношли чистых профессиональных по профессии садовода. Мы тоже садоводы. Так. Валерий Иванович работал до выхода на пенсию на оборудовом предприятии. С молодых лета самостоятельно изучал садоводство. Живет в поселке Красноярской плодовой ягодной станции среди настоящих садоводов. Вот и заразился в этом направлении. Да так, что садовая профессия это 92-й план. Ничего не воспринимает на веру. Чтобы новый сад получил прописку его садов, нужно пройти испытания. На это, как известно, уходят годы. Сегодня, после уничтожения Красноярской плодовой ягодной станции, страшная была ошибка. Ой, страшная была ошибка. Ну, я сразу скажу. Я кое-что знаю об этой станции. Знал. Причина главная – несчета. Несчета самой науки. Самой науки, как бюджетной организации. Итак, Валерия Ивановича заслуженно считает продолжателем дела нашей прославленной, но к великому прискорбию больше опытной станции. Еще важный момент. Валерия Ивановича можно смело называть наставником. Он заразил садоводством своего сына Геннадия. Чувствуете? У него сын Геннадий, у меня сын Железов, это Сергей Валерьевич. Чувствуете, где это, как это здорово. Это так, что он бросил свой довольно успешный бизнес и с головой окунулся в садоводство. Так повела геннадия Красноярских садоводов, пироговых. Но это еще не все. Подходим еще к этому моменту. Валерий Иванович запринетил молодого дипломерного садовода Елену Савидичу. От себя добавлю. Красный дипломер, два высших образования. Научные труды, будучи студенткой. Аспирантку Сибирского университета науки и технологий. И предложил ей на пару ввести клуб садоводов. Замену себе готовят. Сейчас посмотрим, как он готовится. Если в саду и питомнике пироговых сегодня успешно прошли испытания около 120 сортов. Яблонь, груш, слив, вишен. Представляете? То, у Савидич в явных любимчиках, а абрикос. Ну, понятно, кто ее заразил. А, им она заразилась от известного сибирского садовода Валерий Константиновича Желинова. Спасибо за эти слова. Вот. Вот эта вот фотография, где она в моем саду. Шесть лет и конца не видно этого. И, кстати, чем я горжусь, теперь уже не только диплом, теперь уже и заканчат аспиратуру, и кандидатская будет ходить из работы и не только в Красноярске, но и еще и в Шушевском районе Красного хуторя. Ну, вот это было, это не я, это так и было написано в этом. В статье Савидич записывает наставление своего учителя Желинова на камеру. Один маленький, но существенный нюанс. Абрикосовый сад Желинова, который восхищает всю Россию вооружая, находится на юге Касатского края. А его ученица Савидич проводит свой абрикосовый эксперимент немного севернее, на территории Влязовского района, где существенно сложнее климат. Кстати, адаптация абрикосов к сибирским условиям выращивания – это тема ее кандидатской диссертации. Наконец-то, наконец-то огломли повернулись в нашу сторону. Эту информацию мы сообщаем для того, чтобы садоводные раздумывающие стойки тратить драгоценное субботнее время на посиделке в клубе понимали. Это не посиделки, а настоящая учеба, которой люди знакомы не только с теорией, но и с практикой, на которых сад – смысл к жизни. Или на Александре Савидич, когда будете проводить очередной, у вас будет перед вами или ноутбук, или демонстрационный экран. Что-то же будет, раз вы людям лекси читаете. Пожалуйста, возьмите этот, сколько будет, минут 20-30 этот фильм. Пусть посмотрят прямо на занятиях. Это мой совет. Напоминаю, в следующую субботу, 27 января, сегодня, кстати, 27-е, тут уже не успевается, состоится очередное занятие в клубе ландшафтного дизайна. А то есть, прямо сегодня очередное занятие. Фильм выйдет чуть позже, получается. Тогда будет следующее занятие. Покажите это кино. Руководитель клуба, известный, красноярский ландшафтный дизайнер, доцент Сибирского университета новокотехнологии Татьяна Юрьевна Аксианова. Смотрите, какие люди. Ну, а февральские занятия в клубах открывают наши цветоводы. Могла вместо них привязать дендам, цветоводам этой еды Филипповны Разумовой. Случится это 3 февраля, от начала в 10 часов. Дальше заканчивается статья чем? Вот это вот красивая фотография. И, смотрите, подписано сливовика. Вот, спросите меня, я это сейчас уже откладывать в фирме я не могу, потому что работаю по энтузиазму. А, поэтому спросите меня, в чем саду она, точно я сказать не могу. Вот так вот, кстати, сливовика, прекрасно, да? Вот, мне почему-то кажется, что это уссурийская слива, вылитая. Вот, абрикосбай. Ну, что я скажу, абрикосбай, ну, 50 лет в наших краях, 50 лет он уже завоевал. Юг Красноярского края, Акасия. Вот, и постепенно двигается на север. И вот получается, да, получается, что абрикосбай уже, надеюсь, сфотографировано. В общем, не знаю где, не буду гадать. Все, закончился наш гилький фильм. Закончился с половиной фильма. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.